на всякий случай так я сейчас докладчиком делает себя балушку опять показывать да он сейчас разыграется так что мы его не уберем рисов рисовка нас это кот который к нам притулился прошлой весной так вот у нас с нами и остался собаку который нечаянно притянули потому что у меня эмоциональная была немножко завязочка у меня ко всем легавым собакам собаки мой любимый умбровый насыщенный он к нам сам пришел нашелся в анапе а где мы его писали я не знаю а это вот новый курс готовим плохо видно это камера это камера такая до нас нехорошо все видно главное чувствуется все хорошо зима да это сказка такая в ней бесконечно можно зависать абсолютно это точно когда снег вообще у нас в этом году еще не было снега а снега не было вы знаете у нас в этом году тоже со снегом проблемы хотя мы по север когда дорисовал картину когда дорисовал и она потом как будто еще дорисовывается стоит волшебство ну что друзья я рад всех приветствовать приятно что все собрались еще раз всем большой большой такой прям подарочный привет луны такой вот можно назвать восточным но с другой стороны но новолуние у нас в этом году первое первое новолуние в этом году случилось вот в сегодняшнюю ночь уже прошедшую вот но она еще еще длится мита как же маленькая есть же больше двух лет я символический год маленький мита скажи мита милая мита она говорит сколько ему сколько ему где-то около трех лет уже четыре наверное даже это британец да у меня 10 10 лет прожил назову так русская серая вообще на британца прям похож папа был похож на британца правда только рыженький рыженький британец это что-то новое а вообще да они рыжие британцы это очень отличается ветеринар нам сказала что это у вас британец просто вот необычный мы его как жилили а он покрыл мартишку и появился вот этот полет ой повезу британец он кастрирован все подробности так ребят мы с вами сегодня будем что мы будем делать ну конечно немножечко поговорим после определенных действий я вам предлагаю на этот год который у нас сейчас вот закладывается с этой луной все-таки новолунная период он такой хороший чтобы уложить какую-то фундаментную основу на что-нибудь хорошее классное но что не воспользоваться когда такой повод двойной тут как бы восточный новый год и лунный код и все это совпадает так вот складывается еще и новолуние опять же мы как раз с вами и создадим сейчас кое-что вот как именно временную матрицу плоскость на плоскости всего года о как закручу как в общем практически это будет на плоскости не три измерения как пытаются многие художники сделать засунуть три измерения в двухмерное а вот именно делать вот какой вот такой сегодня маленький такой эмоциональный сделаем запрыг на четвертое конечно мы подробно это будем делать уже на нашей работе где будет наш астрокод основной такой вот уже более глобальный более основательный ну и покрупнее конечно там но даже сегодня я думаю вот такой вот импульс сделаем очень хороший который как раз является такой прекрасной дороженькой вот на выстилание чего-то хорошего на весь год сегодня нам понадобится но я там писал акварель конечно или любая водорастворимая краска нам будет нужна но сначала мы по хулиганим карандашиком можно на любом огрызке бумаги потренироваться чуть-чуть чтобы вот рука уже привыкла кое-чему кое-какие запчасти кота мы используем кое-что у нас будет от кота присутствовать более того я вам предлагаю только три детали три запчасти от кота использовать это его глаза потому что через глаза входят в душу в душу года в душу всего года будем ходить как раз через глаза глазки и кончик носа все остальное в принципе будет спрятано у кота в каких-то шерстках и таких вот разных таких странностях красивых это уже как пойдет а вот основное это глазки и носик я некоторые моменты сейчас вам расскажу кое-что покажу я думаю здесь ничего сложного не будет даже если опыт рисования у вас небольшой здесь это роли не играет глазомер будет очень простым который нам будет необходим как и у людей у кошек тоже есть такая интересная особенность что очень часто очень часто между глазками расстояние равно одному глазку вот как и у людей тоже если взять ваш глазик и вот здесь как раз этот глазик вот между ними как раз еще один глазик такой же помещается у котиков тоже очень часто такое бывает хотя сейчас столько пород что там кое-где это ну не совсем уже там плюс минус вот это вот один такой момент и самое забавное что на такой же размер глазика если от места переносится опустить вниз такой же размер глазика там будет как раз пипка его носика находиться вот это вот треугольнички вот это собственно говоря вся основная пропорция сейчас я мы еще раз покажу и нам надо сделать так чтобы ваша рука хотя бы два хотел сказать зайца два котика нарисовала на бумаге тогда третий будет уже на финальном листочке который нас будет основной уже будет не в первый раз что называется уже рука привыкшей будет это помогает немножко набить руку и уже будет поинтереснее так переключаюсь на стол о галуздут накидала красоты всякой красотецкой так цирконий пускай гуляет у нас вот здесь стоит стой вот тут вот вот пусть тут стоит циркон итак любой листочек мои но я пищи пищи листы бумаги взял обычный пополам сложенной любой клочок ребят можно сильно бэушную бумажку сейчас взять нам только для тренировки карандаша вот только карандаш и бумажечка вот любая и давайте сейчас сделаем такой небольшой тренажек глазоньки начнем с одного глазки допустим вот какая-то глазка будет выгнутая сильная дуга как у многих котиков бывает очень часто вот это вот устье глаза оно чуть чуть ниже если брать ось глаза то она вот бывает немножко чуть ниже нижняя века такое тоже можно закруглить сильненько так вот прям так вот чтобы она была такой вот слегка вот это как бы некая метрика начального глаза вот некая такая заметочка глаз допустим вот вот он таков в нем конечно есть само собой ирис а ирис у них как вы помните довольно мощный практически все ирис ирисом и является вот целиком весь глаз это весь ирис бывает желтый желто зеленый зеленый ну и конечно голубой голубых пока еще не попадались не прибивались к нам котики голубые голубоглазые и знаменитый зрачок ребят если очень солнышко много зрачок тоненький совсем тонюсенький когда солнце прям такое очень 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 если начинается темнеть ближе как скажем так к сумеркам зрачки начинают увеличиваться зрачки всегда черные только при обратном свечении появляется эффект что как-то зрачок начинает становиться ну скажем так с обратным отцветом засветиться может фосфорическим таким знаменитым светом когда вот кто за рулем может быть видели когда кошка прыгнет но это не только у кошки вот вот например глаз глаз с одной стороны есть и вот теперь нужно построить второй глаз чтобы котик был скажем так ближе к атоидной форме чтобы нечаянно не получилось там другое какое-то животное есть вот этот размерчик может даже там для себя его как-нибудь там вот вот так вот например раз вот где-то такой вот то второй глаз второе устье будет вот на такой же размер сюда и в сторону вот можно сейчас я возьму отмерю вот так вот чтобы было виднее вот я взял размер этого глаза ширина этого глазика вот здесь он закончился вот его ширина общая я откладываю эту штучку и вот тут вот будет второй глаз глазик глазик вот это наверное единственная такая вот особенность которую вот пока я предлагаю для упрощения это использовать ну чтобы ум наш не роптал и не вертелся там а как а как чего там вот вот пока пока предлагаю так хотя с удовольствием оговорюсь ребят сейчас столько разных пород и смеси между этими межпородные что расстояние может плавающим быть очень плавающим там у манулов там одна тема там пошла какая-то тому у британцев таких особых там кровей вот есть такие британчики которых это нечаянно приплюснули у них там еще веселее становится но вот пока вот на этой метрике я предлагаю вот это вот остановить и вот тоже здесь будет наш ирис тот такой же зрачок пока такой как бы вариант ну как бы фас это же зрачок по пару попробуйте сделать зрачки одинаковые вот у нас в принципе могут быть такие аномалии что зрачки разные они зависят от нескольких причин чаще всего с какими-то связаны заболеваниями бывает иногда вот но в принципе вот какой-то вот элемент надо построить такой глаза глаза смотрятся вот такой первый момент смотрящие глаза с бумаги вообще когда у бумаги появляются глаза уже что-то такое становится забавно и и так ребят следующий момент вот на всякий случай сейчас надо посмотреть кошачьи или у вас все-таки что-то от кошачьего мира не получился ли рептилоид у рептилоидов более скругленные глаза у кошачьих во первых вот это вот устья может быть такое очень такое чуть ниже опущено которыми говорил это очень часто у многих котиков есть такая чернявая подводочка вот здесь вот очень четко что нижнее веко такое что верхняя у них такие бывают прям подводочки очень такие насыщенные хотя конечно тоже бывают розовые бывают и чуть ли не беленькие иногда и коричневенькие всякие но с черными подводками конечно глазки становятся чуть более выразительные и котик ну скажем так котиковость может стать более ярко выраженная еще один момент тоже такой котячности особой это вот эти вот маленькие как бы такие хвостики они больше из шерсти возникают это не часть скажем так глаза это часть шерсти вокруг ну скажем так бровь верхняя бровь нижняя века точнее века верхняя века нижняя иногда складывают вот такие вот интересные элементы стрелочки такие как это стрелки испанские испанские стрелочки вот они тоже как раз вот делают эту вот кошачность еще более ярко выраженная хотя именно из-за того что здесь идет какая-то шерстка вот именно эта шерстка вот так вот складываясь вот в этих местах иногда образует вот этот эффект дополнительно плюс пигментация шерсти тоже такой интересный делает эффект что это вот появляется вот ну вот пока такой вот момент с глазками глубже уходить не буду потому что все таки здесь у нас это будет не главный момент с глазками и вот следующая фаза это носик нахождение носа практически здесь можно пойти таким вот путем чтобы попроще вот такой размер взять глаза вот этот вот и вот от этой вот линии вот ваша линия где где находятся эти два глазика вот от этой линии вниз вот сюда вот где-то вот тут будет вот это вот верхушка этого носа приблизительно конечно опять же всегда есть возрастные моменты сюда есть за моменты какие-то породные но вот именно верхушка вот этого треугольника приблизительно попадается сюда а чаще всего конечно по форме по структуре она образует некий такой треугольничек вот от треугольника этого носика до хрюшки очень близко кстати поэтому тут надо быть очень осторожными чтобы фрюшка не превратилась и здесь все очень просто когда вы сделать вот такой небольшой мягенький треугольничек овал скажем так треугольный немножко такой капелькой вниз вот маленькой вот это вот рассеченочка такая внизу есть такая очень такая красивая у всех котиков она переходит уже в губки впоследствии в складку межгубок и вот тут вот как раз вот с боков получаются как маленькие такие два карманца вот этих дыхал дыхал очки сами наши вот у котиков они могут быть большие они могут маленькие они бывают такие как бы на сужения идут бывают совсем такие вот как бы узенькие бывают так рукLink Armenian немножко но это вот как раз то что у хрюшек отсутствует у хрюшек дырочки пятачки по центру и вот пока дырочки не будут у вас готовы вот как раз имена дырочками вы можете и только от тящесть придать очень легко Собственно говоря, это еще один главный элемент, который нам надо будет обязательно передать. То, что нос может быть такой немножко волной, бывает у некоторых котиков, например, вот такая волна, как лук такой своеобразный, лук для стрельбы, вот такой небольшой изогнутый лук. Бывает такое, бывает нет никакого лука, бывает просто такая легкая дуга, бывает прямая линия здесь, тоже породы, породы всякие разные и так далее. Вот, собственно говоря, наверное, такой основной элемент, который нам будет необходим для дальнейших хулиганств. Здесь, конечно, небольшой выход, потом вот выход как раз на две вот эти вот стороны. Кошку-улыбашку можно сделать, поднимая вот эти уголки хотя бы чуть-чуть вверх, хотя бы немножечко, если вы приподнимете заходы вот эти в стороны, чуть более сделать их такими пушистенькими. А дальше я сейчас просто сделаю такими скупыми штришками, например, такой немножко колюченский нижний подбородок. Например, несколько таких вот пушинок, не усы и не вибрисы, сами как бы намеки на шерстинки какие-то в стороны пошли. Немножко таких же шерстинок под глазками бросить в направлении от устья глаз, в направлении к вискам туда вот вымахиваю как бы вот эти все движения. Сама структура вот этого выброса карандашика в стороны, она уже будет потихоньку, ну я однажды этот термин придумал давным-давно много лет, вектор шерсти. Я как-то однажды такой ляпнул, ну в принципе понравилось. У каждого животного есть определенные векторные схемы шерсти, как шерсть идет у животных. У большинства они даже немножко совпадают в некоторых моментах. Например, там по носику может шорт спускаться чуть вниз у пушистых каких-то котов, а потом уже уходить туда тоже к щечкам. Тоже как бы такой маленький спуск, вот можно похулиганить немножко. Можно взять натуру, прям так взять натуру, погладить ее, чтобы не убегала натура и посмотреть, как у них шерстки идут. И вот каждый ваш взмах карандашиком, например, это будет какой-то взмах такой шерсти. Какие-то шерстинки можно так потихоньку-потихоньку раскидать. Какие-то там брови, какие-то намеки на вот эту вот макушку, которая здесь пойдет. Хотя, конечно, мы не будем входить в уши, и мы не будем, друзья, здесь сейчас выделывать все остальное анатомию. Нам надо, чтобы именно вот эта часть у вас была самая такая, скажем так, кошачья. Все остальное будет абстрактное, и постепенно мы это, может быть, даже объемами самого цвета красками сделаем. Это было первое знакомство с пропорцией. Вот первый готов. Второй. Второй сюжет, ребята, тоже будет несложный. Я вам предлагаю сейчас немножко сдвинуть ось. Скажем так, если здесь поговорить об осях лица, то вот здесь лицо практически вот оно. Вот оно смотрит прямо на нас. Вот прямо на нас такое все из себя. А если немножко слегка-слегка вот эту вот линию повернуть туда в сторону, и, может быть, немножко вот это тоже сделать такой дугой, чтобы котик у вас теперь центральная точка была не вот тут вот, а вот сюда переместилась. Такая маленькая хитрость. Ну, попроще говоря, ваш котик немножко повернул голову чуть-чуть в сторону, а смотрит на вас. Вот это уже начинается включать некоторые эмоциональные моменты. Вот все-таки прямой взгляд – это прямой взгляд. Он такой немножко гипнабельный и так далее. А вот какая-то хитринка, в этом случае обычно первый глаз, он более такой крупненький будет у нас в этом случае, а второй глаз получается немножко более скругленный чуть-чуть. Ну, приблизительно я сейчас так размеры разбрасываю, и вот он такой более повернутый от нас, поэтому он будет покороче немножко, чуть-чуть покороче. Сама ось носика тоже пойдет сюда вот в сторону, и вот этот треугольничек уже будет носа где-то вот с этой стороны. Кстати, еще сердечко можно обозначить тоже как вариант объяснения носа. Сердечко, в котором есть еще дноздримки вот эти вот с боков. Прямо с боков и маленькое рассечение пополажки, такая складочка как бы своеобразная, вот эта вот знаменитая, котячая. То есть левый глаз будет больше, чем правый, да? Да, вот этот глаз покрупнее, и он такой весь, скажем так, пофисташковее чуть-чуть, нет, неправильно, поминдальнее, а этот больше такой скругленный чуть-чуть. Вот уже только на этом вы показываете, что у вас немножко мордочка повернула, и нос слегка сдвинутый в сторону вот этого более меньшего глаза. То есть вот это и даст вам возможность, вот этот поворот, то есть теперь произошел небольшой поворот головушки, хотя вроде бы самой головы мы не видим, это показано только положением носа. Теперь нос не по центру, как бы строго подпереносится, а он немножко в сторону ушел. Сам носик и глазик один такой четкий, который прямо напротив нас, а второй от нас повернут на круглой мордочке, он становится уже не таков, он становится вот такой более скругленненький. Хотя зрачки, они строго вот по этой оси, смотрят строго на нас, и вот в этом плане вот можно зрачок один тут поставить, второй немножко тоже со смещением в нашу сторону, смотрят таки на нас. Вот зрачки можно от верха до верха, можно сделать зрачки не касаясь верхушек, тоже вот как вариант, я сейчас чтобы разнообразием каким-то слегка вам показать некое разнообразие, вот сделаю их не доходя до верха, не доводя. В таких случаях обычно появляется ощущение, что что-то такое удивленное на вас смотрит. Оно, получается, заезжает на глаз справа? Если он заезжает, то только вот на эту территорию, которая вот все равно на размер глаза опущена вниз носик, а вот именно краешек носика находится, скажем так, под глазик. Краешек, да, заезжает? Да, вот этот вот, нет, он практически на уровне глазика, а вот этот вот далеко ушел от этого места. Вот он уже укатился потихонечку, и все. И вот теперь уже будет у вас небольшой ракурс. Причем глазки все равно смотрят прямо вот на вас. Вот даже при такой минимальной, практически минимальной информации, зрачки, глазки и носик, вот, а все равно уже появляется какая-то такая, ну, хитринка, эмоциональная какая-то структурка, что-то такое выскакивает. Вот, будете ли вы делать вибрисы, это уже потом посмотрите на сюжете, который мы с вами будем создавать. Можно сделать тоже вот этот выход этой складочки, сделать даже вот эту вот кисонькую улыбаку небольшую. Можно тоже в одну сторону губку сильнее немножко завести, а во вторую уголок сильно не уводить, как бы он здесь и потерялся. Вот, и если это подбородочек, например, такой пушистенький, маленький, совсем вот видимый, тот уже хитринка смотрит на нас. Всего вот, вот только вот эта информация. Вот, я думаю, сейчас у вас рука к этому уже будет попривычнее. Попривычнее. И сейчас мы с вами давайте это сделаем уже на листочке, который у вас будет главный для нашей работы. Вот. Можете немножко вдруг, если хотите, можете зрачки изменить немножечко, но принцип тот же самый. Приблизительно, если это серединка моего листа, где-то вот в районе средней зоны, мы сейчас делаем внешнюю вот эту вот схемку нашего большого глазика, одного такого крупного, если вам идея понравилась, это можно сделать прям, чтобы он прямо на вас смотрел. Смотрите, это уже такой момент тоже личный. Я бы жестко не настаивал на том варианте, который я вам предлагал, если вам понравился, например, вариант первый. Вот, второй глазик немножко, вот дуга пошла такая же, как вот здесь, но потом она не пошла в такой вот уголочек, она так резко-резко-резко раз уменьшилась в размерах, прям так что-то очень даже сильно. Да, вот это вот как раз и есть элемент поворота головы. При повороте головы определенном второй глаз вообще может быть незаметен, либо он будет совсем такой приплюснутый, что ли, немножко так, если визуально его объяснить, пытаться. Вот. А так все равно здесь такие же окружности. И зрачок. Зрачок можно сделать узеньким, вот зрачок можно сделать широкеньким. Если зрачок сделать так, что он вверх уходит у вас вот таким вот климешком, то будет еще ощущение, что он еще и вверх немножко так это поглядывает слегка. Либо веки такие у него пышные, что они накрыли этот глаз. Вот как бы идею такую тоже. Вдруг кому-то понравится, я сейчас тоже покажу. А вдруг вот вам такая идея будет любопытнее. Вот. Ну, я надеюсь, вы не с серьезными жилицами это делаете. Все-таки это очень важная работа. Сами понимаете. Год кота, год зайца. Они у нас совпадают. Так получается. Вы точнее, значения. Значения, в принципе, идентичны. Вот. И тоже вот носик. Сейчас я любопытно. Я сейчас попробую сделать маленький носик. Погляжу, что из этого получится. А там уж видно. Это у нас уже чистовый вариант, да, Дмитрий? Да, да. Я уже перевожу его сейчас на плотную бумагу. И сейчас уже буду его выводить дальше. Ну да, носик получился очень маленький. А раз очень маленький носик, то это уже всякая принадлежность к чему-то такому молоденькому совсем. Вот. Если есть желание что-то посолить, ребят, тоже смотрите. Можно слегка увеличить этот верхний треугольник. Нижнюю часть оставить, как было. А вот верхушечку слегка-слегка расширить. Так вы добавляете немножечко уже так сразу уже возрастных моментов. Вот. Ну вот такая вот структурка. Схема ворсинок, которые идут под глазиком, они идут чуть-чуть вот так вниже и туда вот в сторону щечки. Спускаются вот в одну сторону шерстинки. Короткие или длинные здесь не так это важно. Поэтому здесь я вам предлагаю только для себя легонько-легонько наметьте вот этот вектор, куда расходятся вот все ваши эти вот шерстиночки. По переносице тоже. От переносицы начинают подниматься на дно по веку вверх. К нему немножко шерстинки тоже. У ангорских котиков, конечно, это пышнее все. У короткошерстных это чуть покороче. Но направление вот везде одно и то же. Когда я пытался как технарь рассмотреть, почему же такая шерсть у многих животных, в общем, по-большому еще то, чтобы проскользнуть куда-нибудь. Шерсть гладкая, мягенькая часто. Даже если это жесткая короткошерстка, все равно надо прошмыгнуть в кустарник или в тростники какие-нибудь, или еще куда-нибудь шмыгнуть. И для этого надо, чтобы был хороший вход. Против шерсти уже не выскочишь. Уже будет хлопотнее сила трения. Можно какие-то сделать намеки такие вот именно на ширины щелочков. Тут какие-то легкие такие намеки. Но у нас это сейчас будет все скрыто. Практически мы это все изменим сейчас очень сильно. Потому что мы сейчас будем делать одну из процедур, которую как раз, ну, скажем так, уже из хулиганских технологий. Можно сделать такой немножко задумчивый вариант, когда уголки губ, ну, немножко спрямлены. Человеку свойственно наделять многих живых существ, даже неодушевленные, какими-то мимическими элементами. Вот эта вот мимическая структура наших губ у людей, слегка поджатая нижняя губка получается. При таком точке зрения глаз и вот этой губки нижней появляется такая уж немножко... Такая вот какая-то вот мина особая, которая очень сильно отличается, например, от такой мины. Например, так, хоп, вот немножечко, совсем маленький уголок вверх, и уже совсем другая хитрина появилась. То есть эти человеческие штуки все равно мы будем всегда автоматически выглядывать. Мы это смотрим у своих спутников, родственников, друзей, знакомых. И мы это будем накладывать и на животный мир тоже. Там какая-нибудь хитрая мышь вам улыбнется, вот, и будете потом с ним рассказывать. Или котик. Тоже собака-улыбака тоже бывает. Но есть и угрюмые варианты разрезиков. Вот, собственно говоря, то, что нам сейчас нужно было сделать, ребят. И сейчас у нас будет маленькая пересменка. Зумовская конференция у нас сейчас завершается через 3 минуты 30 секунд. Что нужно будет сейчас найти нам? Во-первых, первое, что я предлагаю, пока будут идти эти минутки нашего переподключения на следующую часть, у кого есть время, я предлагаю вам сейчас те краски, которыми вы будете пользоваться, намочить. Ну, у кого акварель, можно по привычке все намочить. Это вообще, в принципе, полезно для красок, чтобы они не рассыхались, чтобы они так потихоньку были увлажнены. Вот, в принципе, можно по капельке, по полторы-две, ну, вот, ваши красочки набросать. У кого акрил сегодня или гуашь, вам надо будет где-то отдельно их навести, хотя бы 3 краски, 4, ну, максимум 4, связанных с водой. Вот та краска, которая, по-вашему, ассоциируется с водой. Вода бывает зеленоватая, бирюзовая, изумрудная, темная вода, коричневатая, может быть, вода слегка синеватая. Ну, в общем, все вот эти вот оттенки, связанные с водицей, вот я предлагаю вам их замочить чуть-чуть. Это тоже будет надо. Вот, это я замочил. Отмакивают. И пока они отмакивают, в том числе на пересменочке, я вас попрошу найти что-нибудь, куда вы можете вашу бумажку опустить. Вот, код у нас вводный, придется его купать. У меня это вот не совсем подходит, поэтому сейчас пока я поставлю перезагрузку нашей второй части нашей встречи. Вот, я сейчас возьму другую мисочку. Листочек не входит сюда. Вот надо что-то, чтобы он вошел, чтобы он полностью утонул. А кисточкой его нельзя промочить? Это будет маловероятно, но, скорее всего, это будет ненадежно. Она будет пересыхать все время и будет нам делать нервы. Можно, можно попробовать, но, правда, будет немножко это. Она все время будет пересыхать. Она сразу вберет в себя бумагу максимально, вот ту, что она может взять в себя. Если бросить ее на несколько секунд в воду, то этого уже будет достаточно. Тогда уже будет, ну, более-менее хорошо. А так, ну, вот, не заходит она туда до конца. Вот. Давайте, друзья, тогда я сейчас переставлю, чтобы не закончилось случайно. Когда я этого не увижу. Вот. И на второй части, кто может, продолжаем наше хулиганство. Продолжение следует... Продолжение следует...